Всем доброй ночи! Перед вами Фортуна. А второе название её – Абудантия, что значит «изобильное, процветающее» или «дарующее изобилие и процветание». Вы знаете, люди из-за своего невежества верят всему, что им предлагают, что пишут, что говорят. А предлагают, пишут, говорят много чего такого абсурдного, что принимается на веру. Когда я начала показывать ритуалы Фортуны, посвящённые Фортуне, то многие те, которые хотели бы как бы что-то подарить, понимаете, как говорят, хорошая мысля приходит посля. А посля ничего интересного не может прийти в голову, потому что для того, чтобы что-то дарить, нужно иметь разрешение и талант, знание, историческое знание, знание этнологии, знание теологии, чтобы эти все знания соединить и получить нечто. Это нечто такое, что поможет людям. И вот некоторые шустрые люди решили, что Фортуну брать не резон. Есть ритуалы Фортуны очень интересные, красивые, сильные. Поэтому мы ничего такого умного не создадим особо. Надо брать ту богиню, которая меньше называется, но тоже изобильная, и попробовать поднять культ вот той богини. И вот засорили весь интернет. Абудантия, абудантия. Богиня римская, дарующая изобилие, дарующая процветание. Таня, все правильно, но эта богиня есть Фортуна. Она же Абудантия. Ее вторая ипостась. Фортуна сама по себе богиня судьбы сначала считалась. Потом посчитали, как бы прибавили к ней еще одну функцию. Богиня счастливой судьбы, счастливого случая, дарующая внезапную удачу. С привязанными глазами, либо слепую, которая не видит ни лица, ни положения, ни особой заслуги человека. Дарует всем, кто попросит. Достоин человек, недостоин, неважно. К любому, кто обращается, просит и поклоняется ей, она милосердно дарует изобилие и помощь. Вторая ее ипостась. Абудантия. Та, которая дарует изобилие. Сначала, по первой версии, считалось, что Абудантия – это ее спутница или дочь. Та, которая ее сопровождает и выполняет ее поручения. Но потом эти две ипостаси соединились, и Фортуну начали называть Тихая, Фортуна, Абудантия. То есть все эти названия прилипли к ней одной. Фелиция, Счастливая. Это одна и та же богиня, дорогие друзья. Просто Абудантию изображали крылатую. Вот когда она была изобильная, щедрая и дарующая процветание, она была крылатая. На крыльях прилетала и даровала это все человеку. Вот она, Абудантия. Видите, крылатая Фортуна. А когда она была просто богиней судьбы и счастливого случая, то она изображалась вот таким образом. Она давала счастливый случай, удачу внезапную всем, кто попросит, невзирая на чин, на возраст, на ум и так далее. А когда ее изображали как Тихия Фелиция, то есть как судьба счастливая, то она изображалась вот таким образом и чаще всего сидела на троне. Это все один и тот же образ собирательный одной и той же богини Фортуны. И вот я сегодня, обращаясь к ее второй ипостасии, к изобилию и процветанию, дарю вам ритуал, посвященный ее именно этой ипостасии. И добавила текст на латине, потому что к ней обращались веками на латине, и этот язык ей знаком и приятен. Это усилит ритуал. Для того, чтобы призвать богатство, мы знаем, что лев – это ее любимый зверь, любимое животное. Лев, бык, гусь. Так вот, дорогие друзья, призывает богатство богатством. Просто так, хлебом, солью и пустым алтарем богатство не призывается. Призывается золотом, серебром, деньгами, щедрым и красивым алтарем. Вот таким образом и призывается богатство. То есть, энергия денег притягивается к деньгам. Вот ее сила Абуданды и начала парить здесь. Начнем. Кроме всего прочего, как правило, когда обращались к кипостасе ее изобильности, ставили белое вино. Белое вино очень почиталось вообще в Риме. Считалось напитком благородных. Белое полусладкое вино. Можно и сухое, но желательно полусладкое, как правило. Золото, белое золото, серебро. Деньги. Можно деньги той страны, которая вам ближе и которая к вам приходит чаще всего. Я, как правило, использую доллар. Доллар пока что, энергия доллара, она сильнее притягивает. Красная свеча. Можно благовоние. Можно поставить кофе заодно. Здесь ваша фантазия. Но постарайтесь, чтобы ваш алтарь был как можно богаче. Начнем. Читать нужно семь раз. Алтарь можете убрать. Вино поставьте где-нибудь до утра. Утром вылейте. Благовоние должно догореть. Свечу можно потушить. Или пальцами, или специальным приспособлением. О, абуданты, я изобильная. Всеблагая, дарующая процветание, дарующая богатую долю, корону и трон. Изобильной рукой наполни мои сундуки добром, злато-серебром, каменями, сукном, мехами, монетами. О, абуданты, я изобильная, даруй процветание, исполнение мечты и всех моих желаний. Да будет вечной удача моя и бесконечное везение мое. О, абуданты, я изобильная, дарующая процветание. Открой мне двери мировой казны, наполни богатством все мои дни. И на латине. О, деам абудантыя, глория. Вас дона. Мии девитьоне. Мультум пекуния. Мультум аурум. Мультум эти посессионем. Амен. Читать семь раз. Можете алтарь оставить, можете алтарь убрать. Вину оставьте до утра, утром выливайте. Здесь откупом является ваша энергия. Определенная энергия, сила и энергия денег, которые к вам придут, которые вы потратите, потом снова придут круговорот денег. Этими питаются силы удачи, энергии денег. Это и есть их откуп в основном, во многих случаях. Ритуал проводится всегда, можно днем, можно вечером, в любой день, на любую луну. Специально говорю, чтобы не доставали. Если я не говорю о луне и о чем-то там специальном, значит, это можно провести в любое время, в любой день. Всем удачи, процветания и изобилия.